Скорая, я слушаю вас. Лежит. Вы подходили к нему? Он двигается, разговаривает с вами. И таких звонков много. Телефоны диспетчеров Брестской станции скорой медицинской помощи не умолкают никогда. А на мониторах то и дело обновляются адреса, по которым выехали бригады скорой медицинской помощи. Здесь все работают как один слаженный механизм, ведь именно от первой помощи, а точнее от скорости ее оказания часто зависит жизнь пациента. И в такой момент счет идет буквально на секунды. И здесь важно все. Профессионализм медиков, современное оборудование и, конечно же, суперскоростные машины. На сегодняшний день в службе скорой помощи 33 круглосуточные бригады, то есть это 33 автомобиля. Чтобы вы понимали, 12 автомобилей, которые пришли в этом году новые, это практически половина нашего ресурса, можно сказать. Конечно, это много. Таких обновлений автотранспорта не было уже давно. Учитывая тем более то, что изнашиваются наши автомобили в условиях нереальных, условиях круглосуточной езды, конечно, очень быстро. Поэтому для нас это огромный плюс в работе. С начала 2021 года автобаза медицинских учреждений Брестского грузполкома пополнилась новыми машинами. Двумя «Ситроенами» в марте, четырьмя «Фордами» в мае и в июле шестью «Рено». Но чтобы безупречно выполнить свою работу, нового автомобиля недостаточно, необходим и профессионализм водителя. Таким квалифицированным специалистом является Виктор Шаш, за которым и закрепили новый автомобиль. Водители скорой больше ответственности за человеческие жизни. Надо вовремя, все очень быстро работать, реагировать в зависимости от ситуации. Выполнять правильно свои профессиональные обязанности. На новом автомобиле всегда приятно работать, быстрее. Плюсы нового автомобиля отмечают и специалисты бригады скорой медицинской помощи. Дефибриллятор, кислородный баллон, аппараты ВЛ, шины, носилки. В общем, все, что необходимо для оказания экстренной медицинской помощи, находится внутри авто. Даже незаметный для обывателя момент – возможность встать в полный рост внутри новых машин – является одним из важных для медицинских работников. Для транспортировки пациента очень важно, чтобы автомобиль был более-менее комфортный и как-то немножко скрадывал неровности дорог, которые случаются. И чтобы при транспортировке тоже важно, чтобы был он зафиксирован в стабильном состоянии, чтобы доставить его в стационар без ухудшения состояния, скажем так. Вот такие более комфортабельные автомобили, они этому способствуют, чем более пожилые автомобили, скажем так. Здесь, да, есть все необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи. Планируется, что процесс замены старых машин новыми будет продолжаться и далее. А значит, время томительного ожидания, когда бригаду скорой медицинской помощи доставляют к пациенту, сможет сократиться в разы.